Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что ключевой момент здесь в том, что вы бежите от страха. То есть вы пытаетесь его избежать. На самом деле, практически всегда во всех ситуациях, которые вы описываете, есть элемент страха. Когда это не страх, то это может быть неловкость. Когда это не неловкость, то это может быть какого-то неудобства. Когда это не то, не другое, и не третий, это может быть стыд. То есть всегда, всегда что-то есть. Всегда что-то есть. Есть, например, желание показать, что это хороший выбор. Есть, например, желание что-то доказать. То есть как бы всегда что-то есть. Ладно и другое, что вы именно пытаетесь избежаться от страха. Это первое. А в драке не нужно бежать. Ему бы имело бы смысл как-то позволить быть вашей вот психологической реальностью, если можно так выразиться. Вот. И просто позволять ему быть. Это первое. Как бы не обещать от него. Вот. Это первый момент. Второй момент. Я не очень понимаю с вашей стороны и с вашей вот такой точки зрения, да, почему кто-то может вам не дать с кем-то встретиться? То есть это у вас такие вот отношения с родителями строгие? Или как? Или что? Да? То есть. Ну вот. Как это у вас получается? Каким образом это получается? Вот. Соответственно. всегда ли так было? Или это вот только, ну вот, только вот в какой-то определенный момент у вас это началось? Вот. Это второй момент. То есть если у вас родители, если у вас родители вот такие достаточно строгие, то, конечно, здесь нужно работать в первую очередь вероятно с тем, что вас вот, ну, подавляли и что вы не привыкли вообще как-то вот реагировать на эту такую вот, ну, я бы сказал, наверное, доминирующую такую, 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 такую вот, ну, я бы сказал, наверное, доминирующую такую. Победенческую модель. Вот. Ну, со стороны, со стороны ваших родителей, конечно же. Вот. Соответственно, это работа с самооценкой, это работа с уверенностью в себе, это работа с, ну, более полным, может быть, более лучшим осознаванием, осознаванием того, что вы чувствуете к родителям своим и что вы хотите, вот, ну, в контексте их, вот, и что вам важно. Это такой момент. Следующее. Личная граница между вами родителями, ваше отношение, ваше отношение к тому, что вы сейчас встречаетесь с мужчиной, вот, работа с чувством стыда, которая у вас, получается, появилась в результате вот таких вот, ну, в результате таких событий, да, в результате таких обстоятельств, вот. Надо обязательно этому уделить внимание, вот. Дальше. Хочу, хочу обратить ваше внимание на то, что вы выбираете мужчин, которые старше вас. Вот. Это, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, не является случайностью. То есть, зачастую это поиск родителя в партнере, ну, в партнере, поиск опоры, поиск защиты, вот. Зачастую это желание, потребность, с одной стороны, находиться в позиции ребенка в отношениях, а это всегда несколько ведомая позиция. И, во-вторых, это зачастую излишняя интеллектуализация и излишнее подавление своих чувств с, ну, другими людьми. Я имею в виду, например, с вашими сверстниками, например, с вашими, ну, с вашими коллегами, может быть, да. То есть, как бы, ну, вот, такой момент здесь, на мой взгляд, важно учитывать. Вот. Это важно увидеть, насколько вы естественны и самостоятельны в этом. Являетесь ли вы собой, не теряете ли вы себя, вот. Потому что это может быть следствием именно от таких достаточно жестких взаимодействий с вашими родителями, вот. Или, может быть, с родителем, если у вас нет, ну, допустим, папы, например. Ну, то есть, я не знаю, если у вас был папа или нет, но вот, может быть так. И это все нужно рассматривать, потому что, если вы не совсем естественны, если вы не совсем являетесь собой в этом вот контексте взаимоотношений с мужчинами, то ситуация может быть весьма, ну, весьма неприятная ситуация может быть, ну, вот. Поэтому хотелось бы вас, конечно, как-то вот немного предостеречь от этого. Действительно, вот, товарищ вот именно, подобных действий, вот. Действительно, очень харизов с чемпионатами, ну, ну. Вот, вот, то есть, вот здесь, вот. из-за этого будет не хорошо, ну в дальнейшем, в дальнейшем. Вот, а вот в принципе то, что я мог бы вам сказать, вот, то, что я мог бы вам ответить сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения своих взглядов, с точки зрения своих ценностей, которые у меня есть. Вот, ответ нужно разбираться. Вот, да, конечно, конечно, детско-родительские отношения требуют своего внимания и своей проработки, потому что, ну, очевидно, что на вас это влияет, на вас оказывает это влияние, влияние оказывает достаточно серьезное, достаточно существенное, вот, и, как бы, очевидно, мне кажется, что сами вы не справляетесь, вот, нужна помощь, поэтому, вот. Обращайтесь, выбирайте себе психолога и начинайте консультироваться, я думаю так, вот. такой момент тоже, ну, можно зафиксировать, зафиксировать здесь. Вот. На этом все, надеюсь, что вам помог, надеюсь, что было интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успехов! Успехов! Удачи! Удачи!